Все детские психологи в один голос утверждают, что присутствие в доме любых домашних животных очень благоприятно влияет на воспитание ребенка и его умственное развитие. С самого малого возраста малыш учится взаимодействовать с другими существами, старается заботиться о беззащитных и слабых четвероногих существах, а игры со своими любимыми домашними питомцами самым лучшим образом воздействуют на здоровье и психическое развитие ребенка. В этом плане кошки и собаки, хомячки и попугайчики в несколько раз лучше воздействуют на малыша, чем сотни искусственных игрушек. Но что делать, если у вашего ребенка вдруг обнаружилась аллергия на домашних животных? К сожалению, в последнее время подобные виды аллергических реакций наблюдаются все чаще и чаще. Остается только догадываться о причинах резкого роста показателей заболеваемости такого рода. Возможно, все заключается в ухудшении состояния окружающей среды, качества продуктов или вредных привычек родителей. Но исправить эту ситуацию мы с вами вряд ли сможем. Зато попытаемся разобраться в причинах аллергии на животных, способах ее лечения и возможности избегать встречи с аллергенами, живя на одной территории с домашними питомцами. Ну а кроме того, поговорим о самом главном. А нужны ли детям вообще пушистые и пернатые любимцы? И если да, то для чего и какие именно? И для начала мы отправляемся в один из частных детских садов, где руководство уже решило раз и навсегда, что малышам в их учебном учреждении общение с животными просто необходимо. Поэтому они не только рассказывают о братьях наших меньших на занятиях, но и приглашают их в гости. Например, уже доброй традицией стало проведение развивающих занятий от Ксении Демьяновой и ее очаровательных помощников. Впрочем, такие необычные занятия требуют и более тщательной подготовки, ведь, по словам педагогов, и среди их маленьких подопечных часто встречаются аллергики. На данный момент это происходит практически регулярно, потому что экология оставляет желать лучшего, и деток с аллергиями, причем с различными как пищевыми, так и на цветение или на животных очень много. Однако аллергия на животных далеко не самая распространенная проблема, с которой сталкиваются педагоги детского сада. На животных аллергия есть, но, как ни странно, ее меньше, чем, скажем, пищевых. Впрочем, несмотря на то, что четвероногие участники таких живых уроков вызывают аллергию нечасто, педагоги все же перестраховываются и заранее обговаривают все с родителями. Честно говоря, вот за три года моей работы ни разу не слышала, чтобы родители были против, потому что все-таки это изначально согласовывается с родителями. Опять же, на тот случай, если вдруг у ребенка есть аллергия, педагоги обязательно спрашивают. Но случаи бывают разные, то есть либо ребенку дается антигистамин, либо меня предупреждают, что как можно меньше контакт, либо, соответственно, ребенок просто не приходит в этот день в садик. Во-первых, мы это обязательно согласовываем с родителями, уточняем, есть ли у детей аллергия и есть ли у кого-то она есть. Здесь два варианта. Либо родители предварительно дают антигистаминовые препараты, либо же мы ищем какой-то другой формат праздника. Впрочем, по словам педагогов, такое кардинальное изменение запланированной программы пока не случалось. Наоборот, родители только рады общению своих детей с животными. Ведь домашние питомцы есть не у всех. Это способствует общему развитию ребенка, интеллектуальному развитию ребенка, но и взаимодействие с живыми организмами, обучая детей, развивая детей, относиться к ним по-доброму, помогать им и ухаживать за ними. Да и сами педагоги согласны с тем, что такое общение положительным образом сказывается на детях. Общение с животными нужно, потому что в первую очередь это способствует развитию у детей доброты. Ребенок в взаимодействии со зверюшками узнает много нового, он учится их кормить, он изучает их особенности. В дальнейшем это помогает ребенку и в школе, потому что очень много задают докладов по биологии, по окружающему миру и так далее. Ну и плюс элементарное – знать всех животных, которые в той же самой нашей России живут. У меня с многими садами есть такой проект очень хороший, называется «Живые уроки», где на каждом занятии мы знакомимся с одним из животных, и как раз у деток есть возможность более детально узнать о нем, пообщаться с ним более тесно, узнать, где живет, чем питается, как живет, можно ли содержать это животное дома. Но у меня все животные домашние, то есть все, которые можно содержать дома. Я не сторонник брать диких животных и пытаться их приручить. Формат таких развивающих занятий и проведения торжеств с приглашением настоящих животных сейчас действительно набирает популярность. Только в Уфе при желании можно пригласить для личного общения себе и ребенку настоящую лошадь, очаровательного пони, покататься на собачьих упряжках, посмотреть на цирковое представление дрессированных собачек, отправиться на знакомство и обнимашки с енотами, сфотографироваться с обезьянкой, а также узнать много нового о самых маленьких четвероногих друзьях человека на необычной встрече с ними. Однако формат занятий, где дети и животные находятся в непосредственном контакте, требует особой подготовки. Животные, которые принимают участие в подобных мероприятиях, должны быть привиты, обработаны от паразитов, иметь ветеринарный паспорт или справку о состоянии здоровья. А также они должны быть социализированы или, попросту говоря, иметь дружелюбный характер и готовность к общению. А особо щепетельные организаторы стараются и животных выбирать особенных, ведь дети-аллергики им встречаются довольно часто. Где-то в процентном соотношении процентов 30-40. На праздники какой-нибудь из детей обязательно страдает аллергией. У меня вообще, в принципе, животные гипоаллергенные. Опять же, аллергия, она же бывает разная. Бывает на пыльцу, бывает на пыль, бывает на шерсть. У некоторых бывает аллергия на животных, но именно на половозрелых, допустим, животных. То есть, допустим, если взять кота, на некастрированного кота аллергия будет, на кастрированного нет. У меня кролик, ежик, черепаха, карликовый петух. То есть на них на всех аллергии, в принципе, у детей возникает крайне редко. Практически 100% гипоаллергенные у меня все. То есть очень маленькая вероятность, что возникнет аллергия на кролика. На черепах, соответственно, аллергии я вообще ни разу не встречала. У них нет ни шерсти, ни каких-то там специфичных гормонов или каких-то еще веществ, которые они выделяют. Ежик тоже гипоаллергенен. Ну вот на петуха, ну сколько он у меня год, он у меня живет, работает, ни разу пока не было. Да и в процессе кратковременного общения с животными сильные приступы аллергии бывают крайне редко. А кроме того, родители и дети, как правило, знают о проблеме и стараются просто избегать излишнего контакта с источником аллергенов. Обычно родители очень хорошо знают, на кого у детей аллергия. И меня заранее предупреждают. То есть, допустим, у нашего ребенка аллергия. И, соответственно, я стараюсь, допустим, с кроликом к этому ребенку не подходить. Но, вы знаете, самое интересное, что детки сами знают, что у них уже есть аллергия. И бывает встречается, что если детки уже достаточно взрослые, 5-6 лет, уже осознают все, и они говорят, у меня там аллергия на кроликов, то есть я его гладить не буду. Естественно, я никого не заставляю. Впрочем, заставлять пообщаться с животными детей и не нужно. Все наперебой норовят кого-нибудь погладить или подержать на руках. К тому же, такое времяпрепровождение приносит не только веселье, но и пользу. Я не просто развлекаю деток. Моя работа, она еще призвана к тому, чтобы люди, которые не могут, например, содержать животных дома, у них все равно была возможность у деток общения с животными. Не у всех есть бабушки в деревне, не каждый может ездить куда-то там каждый год. А здесь, пожалуйста, доставка зверя домой, опять же, и это еще, кстати, очень хорошая проверка для людей, для родителей. В том плане то, что если на кролика, допустим, возникла аллергия, то родители уже знают, что, ну, они, соответственно, проходят какое-то обследование, до этого они могли даже не знать, и уже животные не берут. Таким образом сокращается количество ненужных животных. То есть, как правило, потому что дети просят, родители берут, а потом в процессе выясняется. Впрочем, выясняется иногда не только по факту общения с животными, но и задолго до него. Ведь постоянно встречаются объявления и посты в социальных сетях о том, что то или иное домашнее животное пристраивается в связи с рождением ребенка. И зачастую новоиспеченные родители в этом случае просто перестраховываются и стараются заранее избавиться от некогда такого любимого питомца, лишь бы не навредить появившемуся чаду. А между тем психологи уверены, что такое расставание с животным, особенно если ребенок находится уже в осознанном возрасте, принесет больше вреда, нежели пользы. Если говорить о том моменте, когда люди, взрослые, планируют рождение детей, то есть и вот-вот ребенок должен родиться, и начинаются вот эти непонятные движения с тем, что надо отдать собаку или кошку просто потому, что якобы она может навредить будущему ребенку, то здесь два аспекта, во-первых, почему это в корне неверно. Наверное, даже три. Первый момент – это физиологический. То есть любое животное в доме так или иначе способствует тому, что у ребенка вырабатывается иммунитет к различным микроэлементам. Если говорить о том, что собака у нас вообще гуляет на улице, то есть и приносит так или иначе те или иные микроэлементы, то есть и рожденный ребенок, понятное дело, что мы не несем грязную собаку к ребенку, но так или иначе, находясь в атмосфере, ребенок быстрее адаптируется, то есть его иммунитет намного крепче. Это доказано различными исследованиями именно в области медицины, когда адаптационные механизмы рожденного ребенка только-только за счет того, что в доме есть кошка или собака, быстрее и больше обрабатывают информацию и, соответственно, лучше адаптируются к окружающему миру, к той атмосфере, в которой ребенок родился. Если говорить о том, когда действительно отдают животное в надежде на то, что ребенок будет от этого только здоровее, здесь уже некий момент идет такого бессознательного обезопашивания, обезопашивания, то есть ситуации, когда родитель становится неким таким гиперопекающим фактором и, соответственно, происходит на самом деле обратная ситуация. От всего того, что родитель пытается оградить, то есть это начинается 10 тысяч раз помыть руки, это начинается там, если ты уронил, то все вообще как бы не поднимать там и так далее, то есть наоборот микрофлора ребенка, она не развивается, и, соответственно, он становится еще более уязвим. В данном случае любой выход в свет ребенка, да, способствует тому, что он оказывается в среде, которая вообще не приспособлена и, естественно, моментально заболевает. То есть, соответственно, если говорить, стоит ли отдавать здесь из-за того, что у тебя там рождается ребенок, здесь однозначно, конечно же, нет. Потому что в данном случае любое животное, да, то есть оно наоборот способствует более крепкому иммунитету ребенка, да, и его как бы вот именно физическому гармоничному развитию. Дальше следующий момент. Родителям всегда кажется, что если ребенок маленький, то он ничего не как бы не осознает, не видит, не запоминает. Однако ж, если мы говорим даже в принципе там о развитии нервной системы человека, нервной системы ребенка, да, и вообще человека развивается еще уже на четвертом месяце внутриутробного развития. То есть ребенок уже все пишет. Все, что происходит с мамой, он запоминает. Он запоминает реакцию, он запоминает, как действительно, то есть, откликаться на ту или иную вещь. И, соответственно, когда родитель, то есть животное, это же не просто животное, да, как бы аксессуар, да, или же элемент там интерьера. Это все-таки действительно как бы полноправный член семьи. И, соответственно, что происходит, когда родитель говорит, а давайте-ка мы его отдадим, да, потому что у нас сейчас появится другой. Что он делает? Он предает. И, соответственно, какой опыт он дает своему маленькому ребенку? Да, ему кажется, что он ничего не запоминает, а он все пишет. Он уже показывает, что да, предательство в этом мире – это нормально. Живи так. Соответственно, тут стоит задуматься. То есть, когда приобретается животное, да, то есть, и тебе очень хочется, ну, ты знаешь, что там, например, там в будущем, да, в ближайшем ты планируешь, то есть, ну, как бы взвесь тогда приоритеты. Либо ты, как бы, идешь с тем, кого, как говорится, приручил, ну, вот на тот отрезок времени, который тебе дан, да, то есть в здравии, да, там и наслаждаясь тем, что, как бы, дает животное человеку, либо тогда подожди. Потому что вот этот вот момент, он, на самом деле, очень часто случается, когда, как бы, говорится, ой, у нас там маленький ребенок, да, то есть, а собачка там лает, а давайте там она, типа, вот, как бы, вот у вас где-то там поживет, а потом мы ее возьмем. Мне всегда хочется сказать, а давайте, как бы, мы вашего ребенка, тоже, как бы, вот, ну, на какое-то время, пока он маленький, когда кричит, там, то есть, за ним надо ухаживать, давайте, пусть он вырастет там в другом месте, а потом мы его, там, готовым возьмем. Но это как бы как минимум уже противоречит вообще естественному ходу жизни Соответственно, вот эта вот внутренняя осознанность и понимание того, что ты делаешь Она, конечно, должна быть включена у родителей Если, конечно, родитель хочет вырастить ребёнка, который будет действительно нести ответственность за свои поступки Понимать, что такое действительно верность Понимать, что такое действительно быть хорошим другом В будущем хорошей женой, хорошим мужем То есть это всё закладывается вот так, вот в мелочах Но опять-таки действиями родителей И третий аспект, когда мы говорим о том, что может стоять причиной того, что родители принимают решение Что да, мы отдадим животное, чтобы нашему ребёнку было хорошо Это момент неких внутренних страхов, переживаний То есть событие ещё не произошло, а родители уже переживают А вдруг будет? Вот здесь всегда очень хочется обратиться к родителям и сказать Что вот за вашей вот этой вот тревожной мнительностью, да, которая присутствует в вас На самом деле стоят ваши личные страхи И, соответственно, если вы хотите, чтобы ваш ребёнок вырос уверенным в себе С хорошей самооценкой То есть это первый признак того, что вам надо бежать просто к специалисту И прорабатывать свои вот эти вот страхи, да, и свою тревожность Потому что никогда, ни при каких обстоятельствах у тревожной мамы С различными мнительными какими-то вот этими моментами Не вырастет ребёнок уверенный в себе и в своих силах Просто потому что мамы транслируют совершенно другое Мама – это среда, мама – это атмосфера, мама – это воздух, которым питается ребёнок Поэтому если вы в себе отследили, что есть такие моменты, да Когда вы заранее переживаете за то, что ещё в принципе не произошло и может не быть То есть здесь момент идти и разбираться с самим собой Если ваш ребёнок очень хочет завести домашнего питомца, а вы боитесь появления аллергии То самый простой способ избежать негативных последствий – это обратиться к врачу и сдать пробы на те или иные аллергены Однако есть ещё один более интересный вариант Который поможет не только выявить наличие или отсутствие аллергической реакции Но и сделать вывод о готовности ребёнка к уходу за животным И речь пойдёт о временной передержке Например, вы можете взять кураторство над бездомной кошкой или собакой в одном из благотворительных фондов помощи животным В этом случае вам необходимо будет на время предоставить крышу над головой, питание, достойный уход и, главное, свою любовь Одному из подопечных фонда, пока волонтёры подыскивают ему постоянный дом Второй, ещё более простой способ получить такое опыт общения с животными – это просто взять на себя выгул соседской собаки Или забрать кошку знакомых на время их отпуска или командировки В этом случае плюсов, конечно, больше, ведь животное будет находиться у вас не так долго Да и специфический уход ему вряд ли потребуется А возможность оставить домашнего любимца под надёжным присмотром рады будут многие Я им предлагаю такой вариант, что, допустим, я часто куда-нибудь уезжаю И они могут взять животное на передержку Таким образом они узнают, как ребёнок ухаживает за животным Готов ли он вообще к появлению питомца в доме И опять же, вопросы аллергии тоже сами собой отпадают Ну и третий возможный вариант – завести животное Но избежать аллергии – это присмотреться к более экзотическим домашним питомцам Очень часто, на самом деле, одно время у меня спрашивали тараканов Детям настолько они нравились Мадагаскарские шипящие тараканы Мне, на самом деле, они тоже очень нравятся Это очень беспроблемный питомец Ест мало, всё, содержать очень легко Никакого запаха, никакой шерсти Сапоги не грызёт, обои не дерёт Можно на неделю оставить Главное – большой запас воды оставить Опять же, они очень интересно растут и развиваются Детям очень интересно Живут они до трёх с половиной лет Опять же, то есть это не 10, не 15 лет, как собака, допустим Поэтому тараканов, да, часто спрашивают Ежей тоже спрашивают, но ежей У них достаточно сложное специфичное питание Это всё-таки насекомые ядные Они едят сверчков, опять тех же тараканов Поэтому от ежей я обычно отговариваю Предлагаю таракан И самое удивительное, что соседству с таким любимцем Бывают рады не только мальчишки, но и их мамы Мамы, на самом деле, разные Такие же, как и дети Бывают дети боятся, мамы наоборот берут в руки Бывают наоборот Но, как правило, не пугаются Несколько случаев было, когда я просто проводила праздник Никаких, то есть, ну, я провела праздник Отправили деток мать ручки, как положено И буквально через несколько дней звонит, например, или папа Или там мама и говорят Вот, вы знаете, ваш таракан запал в душу ребёнку Хочет У меня даже был случай Прошло больше полугода после праздника Звонит мне папа ребёнка Говорит, вы знаете, вы были у нас на празднике Где-то в ноябре, он звонит в мае И дочка, дочка впечатлилась тараканом Очень уговаривала меня взять Я ей поставила задачу заканчивать год без троек Мы ей заводим колонию таракан Дочка закончила год без троек Папа звонит мне, где взять Ну, соответственно, купить их можно Ну, если поискать У ребёнка уже на тот момент была колония муравьёв И вот теперь у неё есть ещё и колония тараканов Ребёнок интересуется насекомыми, почему нет? И главное, нет аллергии, да Впрочем, такого рода экзотика Это не единственный способ избежать аллергии на животных Про альтернативные методы мы расскажем В следующем выпуске программы «Глазами животных» А также узнаем о возможных психосоматических факторах Появления аллергии Ну и, конечно же, пообщаемся с опытным врачом-аллергологом Который расскажет о механизме появления аллергии Её возможные причины и медицинские методы избавления от неё А теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике Которую мы создаём с контактным зоопарком «Лесное посольство» Сегодня вас ждёт новая история про их обитателей Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в нашем контактном зоопарке «Лесное посольство» Где может побывать каждый житель и гость нашего города Такой полезный и увлекательный отдых подарит вам массу положительных эмоций От знакомства и общения с миром животных Жители лесного посольства очень дружелюбны и общительны Кстати, они радуются вниманию не только гостей зоопарка Но и отлично ладят друг с другом Наша огромная семья приветствует вас! Мы – заморская поп-группа Обожаем застолья и креативные прически А ещё мы в миру пугливые и очень любознательные Зато в еде непривередливые И просто с ума сходим от капусты и морковки Каждый из нас по-своему необычный Вон Пандорик, например, тот самый лохматый Михайловна – самая взрослая и мудрая А Кинг-Конг – самый большой и упитанный Но нас объединяет одно – мы большая и дружная семья! ДИКОБРАЗ СЕНЯ СИЛЬНЫМ И РАСТУ! Очень люблю, когда мне гладят подбородочек и чешут за ушком! Всех всегда интересует вопрос «Почему со мной живёт мой друг Сева?» Я думаю, он сейчас всё сам расскажет! Всем привет, я Сева, лучший друг Дикобраза Сени Вы не думайте, что мне негде больше жить? Хе-хе-хе Просто девочки-смотрительницы решили поселить нас вместе на время Чтобы Дикобраз привыкал к зоопарку Я составил ему компанию, когда он был совсем маленький Ну а теперь мы стали друг другу незаменимыми товарищами Мы всё делаем вместе И играем, и кушаем, и общаемся с посетителями И нам вдвоём очень весело Мы семья кроликов Нас очень любят дети за нашу пушистость, мягкость и добродушие А ещё мы очень ленивые Всё время хотим спать, валяться, отдыхать Хотя, конечно, может быть, дело всё-таки в погоде Смотрители очень берегут нас и наше здоровье Поэтому никому не дают брать нас в руки Потому что посетители могут нас нечаянно уронить Мы кушаем всё И как истинные кролики Просто обожаем морковку Получился такой семейный выпуск Хе-хе Вот и я расскажу вам нашу историю с дочкой Два года назад в зоопарке Лесное посольство Я стала мамой И это самое большое счастье И лучшая награда Мою дочку зовут Нюша Правда, она красавица Мы круглые сутки проводим вместе Кушаем, спим, обнимаемся Как и полагается матери и дочке Наверное, мы самые счастливые здесь Вот такие необычные жители в нашем лесном посольстве У каждого из них свой характер, привычки и предпочтения в еде За ними очень интересно наблюдать Поэтому не скучайте дома Берите своего ребёнка и приводите его в наш интерактивный зоопарк Лесное посольство Такой отдых точно понравится вам и вашему малышу С радостью ждём вас в гости Контактный зоопарк Лесное посольство Это увлекательное и познавательное путешествие в мир животных Где их можно трогать, гладить и кормить Время работы зоопарка ежедневно с 10 утра до половины девятого вечера По адресу Менделеева, 205А, Лайфстайл-центр Башкирия Телефон в Уфе, 246-11-98 Субтитры создавал DimaTorzok